Привет, с вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 октября, а я сижу все со своим луком-сивком и не могу никак посадить. У меня уже в сентябре спрашивали, но когда вы будете высаживать лук и покажете нам. Вот в октябре тоже люди интересуются, но скорее всего меня уже не нужно ждать. У меня, видите, какая ситуация, его уже нельзя садить рано. У нас сегодня 21 градус, завтра, послезавтра будет 22-23 градуса тепла. В такую погоду посадить лук невозможно. Но я хочу рассказать вам о прошлогодних посадках моего лука. В прошлом году я показывала подробно, как выбирать место, как выбирать дату, какие сорта, как садить, все-все-все. И я посадила свой лук, и тогда опасались люди, весной был мороз, опасались люди, что лук замерзнет или уйдет в стрелку. Я даже раскапывала одну луковку, смотрела. Но хочу вам сказать, что лук вырос нынче хороший, из всей грядки, но я грядку небольшую высаживала, 1 метр на 8 метров длины. Нет, вру, на 6 метров длины. У меня было всего 5 стрелок. 5 ушел в стрелку, остальное вырос прекрасно. Конечно, этот лук я высаживала для летнего употребления, для того, чтобы заготовки делать. На зиму мы сейчас покупаем лук для хранения специально, другой, потому что участок небольшой. И так как я томатов стала больше садить, я уменьшила количество высаживаемого лука. Но для тех, кто ни разу не высаживал лук осенью, под зиму, я еще раз хочу сказать, что это очень удобный метод. Почему мне нравится, лично мне нравится? Ну, во-первых, потому что весной уже мы себя освобождаем, не нужно делать грядку, не нужно бежать покупать семена, не нужно высаживать. Весной и так много работы и с рассадой, и с другими посевами. Ну, просто у нас развязаны руки, и про лук мы уже не думаем. И еще, что немаловажно, у нас осенью всегда дешевле семена, и всегда вот это есть меленькая овсюшка, которую можно в два раза дешевле купить и посадить огромную плантацию лука. Нынче я овсюшке мне не досталась, все разобрали, но она почти всегда есть в магазинах. Это вот самый мелкий лучок. Даже если у вас свои семена, он этот мелкий лучок, он высохнет до весны. Его надо обязательно садить под зиму, вырастают хорошие полноценные луковицы. Ну и кто высаживает под зиму, те знают прекрасно, что лук весной начинает раньше расти. У него перо немножко как бы грубее, чем тот, который весенние посадки. И он менее восприимчив к заболеваниям и к нападению вот этих насекомых. Вот когда мы высаживаем весной лук, пока весенний он укоренится, пока он даст свои перышки, да этот уже 10-15 сантиметров вырастает, и он уже становится более взрослым. И более, ну ясно, что он более закаленный, он зиму уже прошел, все. И сильнее он, и все вот эти вот преимущества, что он меньше болеет, меньше на него нападают. Как бы он насекомым не очень нравится под зимой лук, потому что весенний он такие нежные-нежные перышки, они вылазят. И вот эти вот, как раз в это время лед луковой мухи, она успевает, а тот пораньше. И вот в этом году я очень расстраивалась, что снегом укрыло бы, или же сугробы у нас, солнце слепить не могу. Но дело в том, что все он пережил, все хорошо. Моей посадки, наверное, вы не дождетесь, потому что у нас аномально жаркая погода. Ну вы видите, ну вообще благодать, лето, я уже какой день выхожу, хожу вообще раздетая. И вот с луком, с этим я купила давно уже, сижу с этой, с корзиночкой лука, никак не могу посадить, потому что дату посадки нужно высчитывать обязательно, очень точно. От этого зависит успех, от этого зависит количество урожая, нельзя ни раньше, ни позже. Наверное, мне нужно повторить прошлогоднее видео, как выбирать дату посева. Потому что многие, вот у кого теплее регионы, кто не в сибирском регионе, тут тоже еще сейчас может посадить. И если вы ни разу не высаживали лук под зиму, попробуйте хотя бы на пробу, вот метр на метр. Ну а на будущий год рядом посадите весенний, и вы увидите большую разницу, что он быстрее завяжет головку, раньше она завязывается, у него вот эти вот корешки сильнее. И еще одно немаловажное, что весенний лук нужно весной, если жаркая весна, нужно часто поливать, потому что он еще маленький, а у этого корни весной уже вот такие вот все. Ну все, до свидания. Коротко, лук еще не посадила, и садить буду, наверное, не скоро, еще впереди очень много теплых дней. Вот сижу, если не успею, значит, если будет так, что после тепла сразу грянет мороз и выпадет снег, значит лук не судьба нынче посадить. В некоторые годы у нас в это время, 10 и 11 октября, уже был настоящий постоянный снежный покров. Все, до свидания.